Счастлива женщина, счастлива страна. Премия проходит 16 раз по инициативе БСЖ и направлена на поощрение белорусов, которые громко завели о себе, своими делами и прославили нашу страну. Впервые конкурс прошел в 2007-м. С тех пор он стал доброй традицией и для бобручанок. Ежегодно они становятся лауреатами. Этот год не исключение. Нина Костян стала победительницей в номинации духовности и культура. Очень волнительно и, наверное, вот как-то было, ну, приятно в то же время. Потому что не я одна, нет, не я одна. За мной это все те женщины, которые находятся здесь, в Бобруйске. И без них я абсолютно ничего. Потому что это они. И мы совместно с ними. И я их понимаю, они где-то и меня понимают. И когда мы становимся, делаем общее вот это дело совместно с ними, и оно удается вот это дело. На базе Бобруйского монастыря Жон Мироносец создана первичная организация православной бобручанки. На протяжении многих лет они демонстрируют активное сотрудничество во многих проектах. Благодаря совместным усилиям и взаимоподдержке внесен значительный вклад в развитие общества и региона. Проведены масштабные мероприятия, конкурсы, лекции и даже мастер-классы. Неизреченно радовало, что в нашем городе столько идейных женщин, которые были и являются членами Белорусского союза женщин. И, конечно, хотелось так приблизить их к монастырю, к нашим традициям, к нашим обычаям и монастырским, и православным. Поэтому благодаря созданию союза именно православных бобручанок первичной организации удалось больше приблизиться и много хороших интересных проектов. Милосердие благотворительно заложено в основе прекрасного пола нашей планеты. В рядах Белорусского союза женщин представители разных профессий разных возрастов. И врачи, и педагоги, и социальные работники, и те, кто создают базис нашего государства. И просто домохозяйки, которые разделяют принципы и традиции. Этой теме постоянно уделяет пристальное внимание и президент. Моё чрезмерное уважение, респект и доверие вам, женщинам. Поэтому у нас и в парламенте, и в других органах власти, ну минимум треть, а в местных органах власти, так вас, может быть, даже и большинство, мы сейчас пытаемся это посчитать в связи с новыми выборами. Белорусский лидер не единожды подчеркивал особую и важную роль прекрасных дам в жизни общества. Ведь женское движение за сравнительно короткое время стало той силой, с которой нельзя не считаться. Воспитывая детей патриотами, белорусские укрепляют государство и закладывают надёжный фундамент в будущее нашей Белоруссии.